Мы приехали в Римскую оперу, ребята, сегодня на Травятту. Смотри, вот нас 4 и 3 человека за билеты, мы с вами вот заплатили 4 теста. В реальности за такси мы доехали за 6 евро сюда. Но я ему оставил 10. Это не так уж много 6 евро. Ну для Рима, да. Пойдемте. Это оперный римский театр, который был открыт в 1780 году. Это за 101 год до моего рождения. Открылся он оперой Рассини Семирамида. На сцене этого театра состоялись такие премьеры, как опера Пучини Тоско и также опера Кавалерия Рустикана и Сельская честь Москаль. Вот также, ну это самые такие две известные, Тоско и Сельская честь. На сцене этого театра выступали такие известные, как Ундика Каружа, кто знает, Кипта. Ну ладно, Тита Скипа, по-моему, Тита Скипа, Энрика Каруза выступали на этой сцене. Ну почему-то странно, не было Повороте, не Мария Кала в списке. Ну я все-таки думаю, что, наверное, выступали. Вот, Рикардо Мутти был дирижером и руководителем театра. Он в 2011 году был назначен почетным директором пожизненно этого театра. Но в 2014 году театр был признан банкротом, потому что сократилось финансирование. Была ужасная атмосфера среди творческого коллектива внутри театра. И Рикардо Мутти заявил о том, что очень тяжело работать в таких условиях, что очень... Ну, оркестр бастовал, отказывался аплодировать солистам. Это принято такая традиция, когда выступают в таких известных театрах кевцы, музыканты, то оркестр так бьет смычками свои инструменты, то есть таким образом аплодирует. Вот, ну, бастовали оркестр. И в 2014 году он уходит с этой должности и присылает другого директора. Вот, и в 2014 году был признан банкротом этот театр. Как вот ни странно, ну, во всем мире, все театры, Мира Ласкала, там, Метрополит, Энковард Гарден, все театры, опера Васильева, все театры финансируются государством. Вот нет такого театра, который бы существовал за собственный субстат опера Ласкалера. То есть, это, ну, такого нет. Тулио Серафин был одним из известных дирижеров, который работал, это был потрясающий дирижер. Он работал в театре Ласкала, работал в эпоху, когда работал Артура Тосканини, это тоже был известный дирижер театра Ласкала. Вот, и Тулио Серафин работал в этом театре. А до этого он работал художественным руководителем театра и главным дирижером театра Ласкала 19 лет. Это очень большой музыкант. Ну что, идемте, нам надо же раздеться еще. Очень красивый внутри театр, потрясающий зал подковой, так как нужно, в классическом виде. Я считаю, что это мечта любого певца, даже любого, неважно, средней руки или побывать в этом театре, это просто мечта и событие. Все, идемте, потому что мы опоздали. Театр Дель Опера. Назвался, кстати, он когда-то Королевским театром. Постараюсь сегодня снять оперу, если получится. Билет стоит. Боже, какая красота, ребята. Это роскошь, это просто роскошь, ребята, это нечто. Смотрите, такие вот женские фигуры. Боже, публика такая нарядная, смотрите. Женщины в накидках, все в платьях, не просто так, знаете, в костюмчиках, в смокингах. Очень красиво гардеробные женщины стоят. Боже, какая прелесть, а в таком театре. Ой, какая красота, ребята. Туда, да? Да, показал билет и он показывает куда. Интересно, какой здесь буфет. Зеркала, смотри, какие старые. Это специально не меняют зеркала, чтобы была такая атмосфера. Угу, смотри как. Ой, вообще. Это театр, конечно. Вообще. Смотри, как интересно оно сделано, забито, чтобы не скатывалось. Мне понравилось, когда двери открыли, да? В публиках. Да, открывают двери вообще, шикарно. Вообще. Я такой довольный, страшно. А где Вера? Веру, давайте подожим. Это туалет, мужской, женский. Видите? Мне нравится, что простота. Вот в интерьере нет такого, знаете, напыщенности какой-то. Очень одинаково каждый этаж. Фотографии спектаклей. Фотографии. Вот смотрите какой. Тоска. Это сцена из Тоски. А вон девочка стоит специально. Вон там, видишь? Вот макет театра. Театр перестраивался несколько раз. А где вошли Миша? Вон там. Сцена из Т itsens. Ой, сейчас мы упадем от красоты. О! Сюда можно, да? Сюда можно? Ага. Пять. А я не знаю. Ой, нам сюда. Ой. Кузы. Можна как красиво видать. Еще один этаж ниже, да? Амфитеатр. В амфитеатре должно быть. Ну да, спроси у нее. Платея. Платея. Надо спросить. Платея. 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 Платея Музико. Театр. Платея. У меня пластик. Готовь. Оле. Какой hiking väстинчик. Платея. Платея. это театр а публика какая ну такая так сказать по-своему все одеты нет такого дресс-кода на 6 место просто просто шикарно просто шикарно такой занавес красивый из балкончика есть они дешевле какой потолок просто сказка оркестр играет ноту ля настраивается скрипка главное дает ноту ля и здесь оркестр подстраивается так красиво смотрите боже мой настоящий оперный театр ребята постановка и вот сегодня 20 сегодня кое-что двадцатый какой-то нечего двадцать второе если двадцать второе вот поет велета валентина в реале тенор поет джулио пеллигра джермона поет сербан васили потолок вообще расписной просто восхищение какая акустика ребята такое вишнение что подзвучка хотя подзвучки никакой нет просто вот так они поют а а и 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ quatre Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА